Обалдеть! Пришлось взять камеру, камера тоже разряжена, я ее подсоединила и сижу. Покупки у меня такие, не каждый день, понимаете? И поэтому надо снимать, иначе потом будет поздно. Вот, включила. Захар заскает сумку, да, сынок? Так, значит, в чем я остановилась? Точнее, я даже не буду, то, что я записала на телефон, это удалю, в общем, это у меня детский мир и перекресток. Давайте с перекрестки начнем, я показываю, значит, помидоры, вот эти по акции за 100 рублей я взяла. Дальше хлеб-батон, как бы отучиться, да, сынок, и не кушать хлеб больше, потолстеем от них. Значит, Захарчику очень нравятся вот эти, мы вторые берем, вот эти вот звездочки, он потом их путает с кормом для Брюса. Вот, я сюда сяду, а то ребенок пройти не может с кормом для Брюса. Он, в тот раз был банан и, по-моему, и малина, или клубника, и в этот раз банан и апельсин, но больше другого вида в перекрестке нет. Захару очень нравится. Ну, половину он высыпает, а половина раздавливается. С пола есть, я видела также. Правда, немножко не поняла насчет натуральности, потому что здесь, я не вижу в составе, что здесь банан и апельсин, да, то есть хлопья банана, ага, порошок апельсина. Окей, окей, ладно. Железа, кальций, цинк. Захару очень нравится. Дальше, к чаю я купила вот такой новый сникер со семечками. По рекламе говорили, что это реклама, ну, то есть, редкая версия, то есть, она будет непостоянной, ее отменят. Мелпивы. Это я к чаю взяла нам. Не на один раз, я буду надеяться, потому что я очень могу сожрать за раз. Это на несколько раз. Так, аджику такую увидела, домашнюю от 100 ЕВ. Болгарский перец, морковка, чеснок, специи. Что там у вас происходит? Взяла макарон, чтобы же там... Что-то я у них горчицу искала, я сделала. Как его зовут? Очередной... Как его зовут? Очередной холодец. Но они... Но они... Я не увидела у них горчица. Все, перекрестки, все. Вот она, мусор. И вот такой порошок взяла, вот. Био-мио, био-колор. Экологичный стиральный порошок, для цветного белья. С экстрактом хлопка, без запаха гипоаллергена. Плюс для стирки детского белья. Блин, она овца мне не дала наклейки. Но я не обижаюсь, потому что... Во-первых, она должна была мне дать одну наклейку. А во-вторых... А во-вторых, этот... Что хотела сказать? Ладно. Так, детский мир. В детском мире просто питание. Просто питание. Порошок я хочу попробовать. Я эту фирму не пробовала. Здесь, там, газета. И питание. Так, что происходит, Захар? Брюс, что это происходит? Что ты его трогаешь? Захар, иди питание свое, смотри. Значит, взяла вот такие печеньки. Он их не очень ест плохо. Поэтому я взяла за 25 рублей вот такую. Здесь всего... Сколько штук? Сколько штук не написано. Очень маленькую упаковку. Питание, питание. Все. Мне очень удобно с таких кормить его. Очень удобно. Вот сами-то сами. Это кошмар. Это почти 3000 я оставила в детском мире. Жду, когда Захар повзрослеет и начинает есть нашу еду. Вы не думайте. Я же говорю, он нашу ерунду даю. Я вот сегодня напрямую холодец давала, он ел холодец. Так что... А это должно быть резервное. Иногда бывает, я себя очень плохо чувствую. И не могу там чем-то его... Мне удобно бац, вот так вот бац. Различное питание. Я не буду каждую показывать. Мы стали вот это есть. Говядина с брокколи, морковью и рисом. Это очень хорошо. Темочка. Темочка. Просто вот цыпленок с говядиной. Это очень хорошо. Ребенок... Мне он нравится. Мне подружки говорили, ну вот это плохая фирма. Вот честно, вот чисто говядина у нас была. Объедение. Пюре из говядины я с удовольствием я съела. Но, наверное, то, что нравится взрослому, это не всегда есть хорошо. Потому что нам-то тачит. Захарка. Салфетки давно мы не покупали, я взяла. Потому что у нас... Не то, чтобы закончились. Захар оторвал вот эту наклейку. И они высохли. Посмотри, да, сынок, сколько много тебе кушать мама купила. Зато у мамы теперь душа. Спокойно. Ну, это ты можешь разбить. Поэтому мы это не будем брать на вот эту. Все, иди. А он хочет. Именно... Что у нас тут еще есть? Сами с усами. Вот такой фруктово-ягодный салатик. Не надо кидать! Не надо кидать! Положи еще. Сынок. Жвачка. Ментос. Мне очень нравится и вкус вот этот. Жевательная резинка. Я пар как раз забрал. Эти вообще штуки супер. Очень удобно с ними кормить. Очень удобно. Люблю, когда с творогом, когда есть печенье. Потому что это очень сытно. Для ребенка. Так, брыз. Подходим. Что у нас тут еще осталось? Яблоко, черника. А, и присыпку взяла вот такую. Маленькая. Думаю, нам будет на чуть-чуть. С цинком надо покупать. Я не вижу, здесь цинк есть. Наверное, нету. Так, все. На мусорку. И, кстати, у нее такая вот открывашка. Видите, какая странная. Не как у всех. Дальше. Взяла от Несле попробовать пшеничную кашу с тыквой. Мне кажется, тыква это очень хорошо. Поэтому я его взяла с тыквой. Еще один валяется. Десерт фрута няня. И, значит, самое главное, 800 рублей стоит вот этот ящик. Обратите внимание, он на ручке. Это я ему в аптечку его. Обычно его полочку. В основном аптечные там препараты. Взяла. Дорого. Для меня это дорого. Мужу говорила, я вот хочу взять. Либо там с Алиэкспресс заказать или что. Но пока ты закажешь, в общем, никто не заказывает. В общем, я говорю, господи, да пойду я лучше туда куплю. Ой, куплю и все. Не буду жадничать. Вот так вот они выдвигаются, полочки. Можно поставить серединку сделать. Как я понимаю. Правда, я не знаю, как. Вот тут есть. Вот нарисовано. Вот нарисовано. При необходимости ставить перегородку в пазы с значительным усилием. И сместить ее вниз до упора. Перегородку в пазы. Захар, что ты уже, жвачку ешь? Смотрите, пока мы разговариваем, он уже жвачку жрет. Давай, маме. Он бумажку ест. Зоси. Давай. Сейчас мы тут с вами натворим. Ребенок мне тут пострадает. Да что тут камера? Давай я тебе в рот залезу. Размечтался. Жвачку вот с рта достал. Обиделся. Конечно. Стоит, жует. Нельзя тебе такое есть. Мама, откроет, на. На, кушай. Особо он еще так не умеет кушать сам. Господи. Испугался, в таком возрасте, в год жвачку не стоит. Ну, куда ты на пол кидаешь? Все потекло, смотри. Он эту хочет. Какие пазы. Какие пазы. Наверное, вот так. Я просто не хочу на паузу ставить, потому что если на паузу ставить, то это надо видео обрабатывать. А это жутко, долго. Видео уже так давно не было. Вы ждете. Поэтому. Поэтому, поэтому, поэтому все трясется. Потому что это на каждую, потому что здесь нету. Это на каждую. Господи, она еще вылазит. Вот так. Здорово. Мне очень понравилось, например. Да, Захар? Так. Ну что? Эту надо будет выложить. Я думаю, одной будет достаточно. И видите, плюс в том, что она захлопывается. Видите? Оп. И вот так захлопнул. Так, только не кидай. И захлопнул. Оп. И чемодан. Ой, зачем мама открывала тебе кушать? Зачем? Я думала, ты. Поешь. А у нас тут какой-то потоп. А что-то в инстаграм сделаем? Да тихо, сынок. Не понимаешь, что я? Не понимаешь, да? Что делаешь? А где кисек с детского мира? Сейчас мне надо мужу показать. Я что, я его там забыла? Здравствуйте, приехали. Вот так вот. А полка у Захарки не в очень хорошем состоянии. Поэтому я хочу это все дело прибрать. Надо вывесить. Стирка вечная. Вообще постоянно стираю. Вот. И по-хорошему это в другом видео. Покажу уже не в этом. По-хорошему надо вот этот ящик я приобрела вот сюда. Туда в глубину. Чтобы всякие капли в нос. Всякие вот називим. Ничего страшного не будет, если он будет не стоять, а лежать. Я так думаю, что ничего страшного не будет. Фенистил. И так далее. Кто-нибудь знает сколько давать магний бы шесть годовалому ребенку? Я не знаю. Что ты там нашел? Ставим шоколадку. Так у нас мигает. Ну что могу девочке сказать вам? Мельком расскажу. Потом лучше в трансляцию выйти. Мне, кстати, сейчас я переверну. Мне, кстати, привет, да. У меня забрали монетизацию на канале. Я и так-то ничего не получала. На камере, конечно, сейчас поставим. Я говорю, на камере. Сейчас, сейчас, сейчас. Села. Это называется без постановки. Влог без постановки. Я говорю, дело в том, что и так ничего не получала. Да? жвачку жвачку жвачку. Жвачку жвачку жвачку. Я так ничего не получала. Розовую вот эту. И не получишь с ними. Вот. Авто-авто. Как свинья жвачку. И не получишь. Значит, до чего я докатилась, стала принимать вот эти таблетки. У меня страшно болят суставы. Пусть только падают. Дорогие. А, что я показываю? Я хотела показать, что они большие. Жутко большие. Тяжело глотать. Не знаешь. Еле ходишь. Это тоже, кстати, одна из причин, почему толком с ребенком гулять реже ходишь. Коляску, чтобы она тяжелая, тоже около 10 кг. Чтобы ее не так не тягать. Ребенок тоже 10, да? Тоже 20. Плюс вот эти пакеты. У меня нужно преодолеть лестницу в подъезд. И вот из-за этого тоже как бы одна причина. Даже главное, если бы был пандус, когда ты просто катишь коляску, нет проблем. А вот лестницы преодолевать уже тяжело. Вот так вот. Вот так вот. Ну, ничего, мы не отчаиваемся. Думаю, что прорвемся. Да, Захар? Да, Брюс? Наверное, такие вот испытания. Кстати, у меня такой к вам вопрос. Девочки, пожалуйста, кто-нибудь, может быть, это из-за грудного скармливания. Я слышала эту басню, что якобы грудное скармливание пролоктин вот так вот действует на суставы, не важно, на женщин, так скажем. Было ли у кого-нибудь так? Кисти рук не берем в счет, потому что кисти рук все тяжелое мы таскаем. Такая, знаете, как болезнь мамы, там, ну, как руки, как на груди. Это мы не берем в счет. Я имею в виду девочки колени, ступни, у меня стал тазобедренный сустав левый, страшно болеть. Вот. Пожалуйста, кто-нибудь меня утешит, скажите, что у других тоже так. Честно, у меня вообще падает, конечно, немножко духом, потому что эти болячки в таком возрасте мне еще 30 лет нет. И мама мужа тоже говорит, ну, как так, ну, как так, ну, а я что, в лице сама их придумала или что. Так, Захар, мама сейчас фотографирует в инстаграм. И все. Пока-пока.